Говорят, что в своё время вы обратились к Госдуму России с предложением запустить группу «Нана» в космос. Ну, это очень долгая история. Но вы действительно хотели этого? Мы в течение полутора лет тайно, секретно проходили обследование и готовились. И это было тайно практически государственное, потому что в процесс были вовлечены министр культуры Швыцкой, начальник, генеральный директор Росавиакосмоса Коптев, министр тогдашней военно-воздушевого, нет, и гражданская авиация в этом числе, Шапошников и председатель правления Warner Brothers Лес Байдер. То есть была вероятность? Невероятность, а мы уже были близки к тому, чтобы реализовать этот проект, мы хотели записать гимн планеты из космоса. Что помешало? Он финансировал, и уже начал финансирование, мы записали уже одну из его песен, парень по имени Фредди Хайникен. Ну, кто любит пиво Хайникен, тот знает, кто это такой. Это один из самых богатых людей Европы. К тому времени Фредди было уже около 84 лет, или 82, по-моему. Проект предполагал небольшие затраты в пределах 60 миллионов долларов. В эти деньги входил и сам полет, и запись, потому что по строчке должны были писать все звезды планеты, и уже провели переговоры с Мадонной, что свою строчку она должна была записать с Красной площадью. То есть в каждом регионе планеты, каждая звезда должна была записать с Красной площадью. И успешно проходили, мы все успешно прошли. Ну, не мы, я нет, конечно. Я всегда утверждаю, что мозг должен находиться в безопасном месте. Ну, зачем продюсерам космоса? Вот. Ну, испортила все газета «Известие». Они, по-моему, по фамилии Лесков, журналист, который... Научный обозреватель. Научный обозреватель. Космос. И он почувствовал все неладное, что все время в отряде космонавтов и в Институте медико-биологических проблем. Она что-то там делает в течение многих месяцев. Ошивается. Да. Ну, и написали там какую-то гаденку, гадкую заметочку. Потом о провержении. И это было самое страшное, потому что я был абсолютно убежден, что эту идею... Если Лью Перлман, основатель группы «Бэкстрит Боис», потом у него была группа «Иссынк», потом он взял «Бритис Спирс», этот парень вообще не из шоу-бизнеса, у него был бизнес авиаперевозки. И он самостоятельно, без традиционных тогда звукозаписывающих компаний продвигал этих исполнителей. А мы в это время, два с половиной года, мы жили в Лос-Анджелесе и во всех высших кругах вращались, потому что нами занимался... Ну, я уже говорил, лично, председатель управления Warner Bros. Лес Байдер, у которого там Мадонна 47-я. Он даже приезжал на наш концерт специально в Питер. И Дик Кларк, это супервеличина по сегодняшний день в американском телевидении и музыкальной индустрии. Дик Кларк создал компанию «Аксесс-рекорд» для продвижения группы «Иссынк». И это была часть этого проекта, космическая наша «Одиссея». И все наши партнёры говорили, что самое главное, чтобы об этом не знал Лью Парлбан. Потому что он это ей украдёт. И когда газета написала известие, вот эту статейку, а потом ещё и... Опровержение. На целую страницу, статья под названием, её легко найти в интернете, «И о мечтателей, и о героев». То есть, исполняющие обязанности мечтателей, исполняющие обязанности героев. Целая страница, подвал полный. Я понял, что американцы и воспользуются этой идеей. Потому что в этот день, когда вышла эта статья, то первая заметка, у нас неделю столпотворение творилось у меня дома. BBC, CBS, NBC, Немецкая волна, Deutsche Welt и так далее. Даже приехала журналистка суперпопулярная американская, которая брала в своё время интервью у Ельцина, специально, чтобы взять трёхминутное интервью, сделать, вернее, трёхминутное интервью для «Good Morning America». И у нас есть такая передача. Потому что весь мир это всколыхнуло. Весь мир, кроме Украины и России. Прошло незаметно. Ни один журналист не пришёл и не вякнул и не спросил наших. Ну и всё. Буквально через четыре месяца один из солистов группы ЕСЭК, Лес Бас, объявлял, что он летит в космос. И полетел? И не полетел, и девушка оказалась нецелкой, и идея уже... Была неактуальна. Кроме того, ещё и умер Фредди Хайника.